МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация выплатной заработной платы продолжает оставаться сложной. На сегодняшний день в республике задолженность перед трудящими имеется 37 организаций на сумму около 124 миллионов рублей. Это такие предприятия, как Вилюит, муниципальное унитарное предприятие, жилищно-коммунальное хозяйство поселка Ярославский в Ленском районе, автотранспортное предприятие в Олюкминском районе, общество с ограниченной ответственностью Якута и Гидроспецстрой, открытое акционерное общество Нюрбинский ювелирно-гранильный завод и открытое акционерное общество Банно-Прачный трест в городе Якутске и другие предприятия. Всего по республике 37 предприятий. На сегодняшний день. Скажите, а с чем связано возникновение задолженности? Есть такой мониторинг? Основной причиной является сложное финансовое положение данных организаций, обусловленное с неэффективным менеджментом, отсутствием взаиморасчетов, чрезмерным кредитованием данных организаций. Не в последнюю очередь неправомерные действия работодателей. В Намском районе прокуратурой выявлен факт отчуждения имущества у открытого акционерного общества работодателем. При процедуре банкротства были переданы техника и крупный рогатый скот стороннему лицу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по неправомерным действиям при банкротстве. Дело расследуется. Какие меры принимаются органами прокуратуры для защиты прав трудящихся? В настоящее время органами прокуратуры выявлено более 6,5 тысяч нарушений в данной сфере. Мы постоянно мониторим это направление. Кроме того, по мерам прокурорского реагирования более 370 руководителей приличено к административной и дисциплинарной ответственности. Помимо этого, в рамках прокурорских проверок были инициированы возбуждения и уголовных дел. В настоящее время расследуются 3 уголовных дела в данном направлении в отношении организаций, допустивших не выплаты заработной платы трудящихся в сроке установления законодательства. Многие из трудящихся не всегда знают, в какие сроки и каким способом им должны выплатить заработную плату. Проясните, пожалуйста, положение закона в этой части нашим телезрителям. Трудовым законодательством установлено, что заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. Сроки устанавливаются внутренними распорядками данной организации. В случае задержек по заработной плате работник в первую очередь может обратиться к руководителю предприятия с требованием о расчете с ним. Если задержка идет в срок более 15 дней, то после письменного уведомления работник вправе прекратить трудовую деятельность, кроме случаев, если это связано с работой на опасных объектах или на опасных оборудованиях и других. Кроме того, работник в случае не выплаты заработной платы может обратиться в государство, в трудовую инспекцию, в органы прокуратуры и в суд. Зачастую бывает так, что работник, которому задерживают заработную плату, продолжает работать на предприятии, боится того, что на него будет оказано давление или лишиться работы. Что делать в таких случаях? Действительно, работодатели пытаются такие факты скрыть, а работники, боясь негативных последствий, которые могут на нем отразиться, не всегда решаются обратиться в органы гострудинспекции, в прокуратуру или в суд. Заявитель, обратившийся в органы прокуратуры, может ходатайствовать о неразглашении персональных данных. И в таком случае мы рассмотрим... То есть, она неразгласть будет сохранена, да? Да, то есть, его персональные данные на работодателю могут быть и станут неизвестны. Скажите, а у нас такие случаи часто бывают? Такие факты имеют место быть. А вот по срокам, допустим, есть ли какой-то люфт? То есть, какой период времени должен быть установлен? Ну, вот там неделя, месяц, три месяца, полгода, сколько они выплачиваются? Или именно вот прям в день заработной платы, если не выплатили, все, можно жаловаться? Вот этот момент проясните, пожалуйста. Вообще, государством установлено два вида ответственности. Это и административная ответственность, и уголовная ответственность. По административной ответственности наступает ответственность за невыплату заработной платы. В принципе, там срок не важен, если установлено трудовым распорядком, что зарплата должна быть выплачена в определенный день, то она и должна быть выплачена. Если этот день приходится на выходные или на праздничные дни, то тут конкретно установлено заказательным, что зарплата должна быть произведена накануне. Если этого не произошло, то работников возникает уже право обращения в суд на восстановление своих прав, или в прокуратуру, или в гос. инспекцию. Если зарплата не выплачивается более двух месяцев, то наступает уже уголовная ответственность по статье 45.1. Уголовный код с Российской Федерации. По административному законодательству в первой части данной статьи установлены денежные штрафы как для работодателя, так и для юридического лица. Сумма штрафов там разнятся. В случае фактов повторного привлечения к административной ответственности, то она будет усугублена, и работодатель может быть дисквалифицирован как руководитель. Такой факт у нас имел место в последнем, в Нюрбинском районе. Руководитель был дисквалифицирован за невыплату заработной платы в отношении 24 работников в районе 600 тысяч рублей за должность составлял. Он был по обращению прокурора Нюрбинского района дисквалифицирован районным судом. В настоящее время практически вся сумма выплачена там, и дело находится на контроле там. Буквально сегодня-завтра должны полностью погасить имеющуюся за должность перед работниками. Согласно Трудовому кодексу, основанием для проверки прокурорской может послужить сообщение из любого источника, в том числе и из СМИ. Не могу не спросить, часто ли СМИ является инициатором того, чтобы провели прокурорскую проверку именно по таким вопросам? Это довольно распространенное явление. Мы как бы всегда опираемся на помощь средств массовой информации, всегда проводим соответствующие проверки. Я не буду далеко отходить и приведу, наверное, вам пример, что вы, наверное, помните нашумевший случай в Аймеконском районе в прошлом году, когда один из руководителей золотодобывающей артиллерии в шести организациях многие годы не оплачивал полевые и годовые премиальные. Это сотни миллионов. Было возбуждено уголовное дело, и данный работодатель понес заслуженную ответственность. И все долги были погашены перед работниками этой золотодобывающей артели. То есть ни одной, их там шесть. Но тоже мы работали по освещению данной проблемы в лицах массовой информации, правда, можно сказать, и республиканского, и федерального уровня. А вот задержка с отпускными тоже такой вопрос. Часто возникает такая проблема. Часто жалуются, приходится ли проверки проводить по таким случаям. Да, дело в том, что выплата отпускных производится также работодателям в установленном трудовом законодательном сроке. То есть за три дня до предоставления отпуска. Ну, а там бывает нарушение в плане того, что их привязывают к заработной плате. Таких обращений немного, но они есть. Но там сложность еще заключается в оплате проездных к отпуску. Таких обращений тоже немного, но нужно, может быть, мне, телезрителям как-то дать разъяснение по этому поводу, чтобы они знали свои права. Но тоже, если отпускные конкретно выплачиваются за три дня до предоставления отпуска, то по проездным они регулируются. Работодателям устанавливаются там сроки. И при наших проверках, когда обращаются к нам заявители, мы проводим проверку в отношении как работодателя, так и работника по тем положениям, которые установлены у них в организации. По поводу предоставления тех или иных документов в перечне полного. Но в любом случае, если идет задержка или необоснованное занижение оплаты проездных документов или отпускных, регулируется теми же моментами и теми же организациями, которые я вам уже перечислил. Это гос. инспекция, обращение в прокуратуру или обращение в суд за возмещением причиненного ущерба, это уже в суд. То есть у работника имеется полный, как говорится, арсенал для обращения государственные и судебные органы. Ну это, если говорить защиту работника, допустим, и хотелось бы вторую сторону медали посмотреть, бывают ли такие случаи у нас, когда работник нарушает законодательство? Ну я говорю о том, что если он, допустим, не летал куда-то, но у него есть на руках билет. То есть подделка документов, грубо говоря. Дело в том, что действительно такие факты тоже имеют место быть. Дело в том, что это недобросовестность или желание обогатиться за счет предприятия, оно преследуется уголовным законодательством за подделку документов. И на моей практике, и на практике государственных структур в основном. Они выявляются и возбуждается уголовное дело. Какая ответственность будет? За подделку документов и за мошенничество. Мошенничество. Ну и хотелось бы в завершение нашей программы спросить, были ограничения на проведение проверок плановых в отношении субъектов малого бизнеса? Как показали себя вот эти нововведения, когда немножко... Да, дело в том, что действительно... Очень-очень коротко, буквально, положительно. Да, действительно, мы считаем, что это хорошая норма закона, действительно. И на практике показывает, что проверка таких организаций, она сократилась в разы. Спасибо большое за конструктивную беседу. Нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был первый заместитель прокурора республики Саха-Якутия Айдар Иванов. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!